привет меня зовут роман янковский я академический руководитель программы бакалавриата цифровой юрист это новая программа которая стартует в 2022 году и наверняка вы хотите узнать чем она отличается и зачем на нее поступать первое и самое важное вот прежде всего для меня то что в этой программе наконец удалось реализовать все идеи о современном актуальном качественном юридическом образовании у нас юридическое образование в стране очень консервативный набор предметов в большинстве вузов не менялся еще советских времен и мы решили сделать юридическое образование таким как мы его видим таким как видят его за рубежом таким как видят его в западных странах то есть во первых мы вносим новые методики преподавания мы позвали много молодых преподавателей со своим видением многие из них учились за рубежом и мы хотим использовать эти методики вместо устаревших форматов типа массовых лекций чтение вслух учебников и так далее у нас будут семинары причем в таких актуальных форматах типа перевернутого класса с когда студенты готовятся потом вместе с преподавателем обсуждают тему форматы типа деловых игр форматы типа практических занятий в большом количестве ну то есть то чего на мой взгляд и на взгляд моих коллег не хватает нашему юридическому образованию сейчас второй момент это так называемые мягкие или гибкие навыки другими словами soft skills soft skills это умение писать грамотные правильные юридические документы работать в команде заниматься такими основными менеджмента типа делегирования выполнение поручений составление отчетности типа ведения переговоров прохождение интервью и так далее то есть вот эти навыки которые на самом деле я как практикующий юрист постоянно использую им в университетах обычно не учат говорят мол вы устроитесь на работу и вас работодатель конечно же большему нечем заняться но он будет вот первый год два-три вас учить и вот там вы наконец научитесь как же вести себя на практике вот юристу как вести себя на сделке как вести себя в суде какие документы как составлять на самом деле это ерунда и в если посмотрите на большинство вакансий там везде написано требуется младший сотрудник с опытом работы почему опыт работы то что никто не хочет учить своих работников этим soft skills все надеются на то что работник придет с опытом и кто-то уже взялся за эту задачу кто-то его уже где-то научил естественно разные компании учат этим навыкам по-разному не системно и правильно на мой взгляд все-таки эти навыки давать в университете так как это делают западных вузах поэтому мы включили в нашу программу очень много курсов по мягким навыкам в том числе например юридическое письмо которое ну такой абсолютный масс мне кажется для юриста в том числе ведения переговоров в том числе основы юридического дизайна legal дизайн это очень модный подход к составлению юридических документов и очень востребованы сейчас ну другими словами у нас студенты будут не только знать учебник к окончании университета они смогут действительно на практике работать юристами составлять документы участвовать в переговорах работать в команде и вот все эти навыки которые не должны быть после первого второго третьего работодателя наши выпускники будут иметь уже после выпуска ну и наконец третий момент на котором я хочу акцентировать внимание это технологии юридическая специальность одна из самых не технологизированных в университете юристы всегда избегают математики компьютеров не горит нет у нас классическое образование даже филологи уже технологизировали свое образование даже у них уже есть компьютерная лингвистика даже философ даже психологи и остались вот только юристы те кто принципиально не готов брать в свои программы какие-то естественно научные технические предметы мы решили тоже этому положить конец и на нашей программе будут дисциплины по технологиям причем достаточно большом объеме мы поговорили с нашим индустриальным партнером компании сбер там работает очень большой пласт цифровых юристов таких настоящих цифровых юристов то есть юристов которые действительно решают новые задачи решают их по-новому технологические автоматическими способами и так далее и они помогли нам составить цифровых дисциплин который сейчас необходим современному юристу эта дисциплина начиная с основ технологий заканчивая программированием на питоне то есть у нас юристы не просто выйдут из стен вуза знаю основные классические юридические предметы в дополнение к этому они изучат и технологии которые позволят в дальнейшем им автоматизировать свою работу и когда роботы придут за юристами захватывать наши рабочие места наши выпускники выпускники программы цифровой юрист останутся и будут помогать автоматизировать чужие рабочие места будут помогать автоматизировать рутинные процессы мы настроены на то что юрист на самом деле должен знать технологии чтобы не отвлекаться на рутину и наши выпускники как раз будут уметь это делать уметь автоматизировать и разбираться в технологиях на мой взгляд это абсолютно необходимо в любой специальности в наше время, в том числе в юридической. Поэтому наша программа «Цифровой юрист» — это не просто какие-то красивые слова, красивые названия, кликбейт другими словами. Нет, «Цифровой юрист» — это наше видение того, каким должен быть юрист не 2015, не 2010, не даже 2020 года, а юрист 2027 года, когда выпустится наша программа. Вот для этих компаний, для работодателей 2027 года мы собрали набор дисциплин, мы собрали преподавателей, и мы будем готовить их. И если вы хотите пойти учиться на программу, которая нацелена не на настоящее, не тем более на прошлое, а на будущее, то это, безусловно, будет программа «Цифровой юрист». До встречи в вышке! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова